Весной юношам-десястиклассникам дается возможность попробовать демо-версию армейской службы. Пятидневный выезд на военные сборы в рамках предмета ОБЖ. Некоторые учебные заведения от такого формата отказываются, но он все же довольно распространен в России. Так, в Туапсинском районе завершились учебно-полевые сборы для школьников-допризывников, которые прошли в поселке Новомихайловском. Мы побывали на итоговом сборе и награждении. Пять дней армейских будней испытали на себе 170 парней 10-х классов Туапсинского района в рамках предмета ОБЖ. Режим дня, военный распорядок, строевые команды и, конечно, общение. Представители сел и поселков объединили в команды, где ребята не просто общались, а вместе проходили испытания, помогая друг другу. Эти пять дней показали условия жизни в армии, хоть и лайт-версия. Очень интересная, очень дружная команда, взвод, прекрасные люди, командиры. Да, и такие условия сделали нас более мужественными. Цель этих сборов – немножко окунуть ребят в пучину армии. Немножко мы им создали такую армейскую атмосферу. Полностью по распорядку, по военному распорядку жили дети. И поэтому вот эта главная цель – приобщить их немножко к армии. Красиво держим строй! И гордо шею листят! В рамках курса молодого бойца ребята посетили занятия по физической, военной и теоретической подготовках. Тренировались в стрельбе, из винтовки, учились собирать и разбирать автомат, ориентироваться на местности, участвовали в спортивных состязаниях, побывали в воинской части. Сегодня ещё одно испытание – конкурс «Строя и песни». Григорий Петров возглавил шестой взвод. Его команда во многих испытаниях заняла призовые места. И сам командир в индивидуальном зачёте показал отличные результаты. Говорила ласково! Не забудь! Не забудь! Не забудь! У меня в возводе ребята с разных школ района. За эти четыре дня мы очень хорошо сплотились, так сказать. Заняли много призовых мест. Это имеет огромное значение для поддержания патриотического духа, для сближения всех нас. На торжественном собрании подводят итоги учебно-тренировочных сборов. На плацу участники – военные представители администрации Туапсинского района. Награждают лучшие команды, сильнейших бойцов. Победителем стал первый взвод – это десятиклассники из школ Кривенковского Новомихайловского Небуга. С прохождением курса молодого бойца поздравляет заместитель главы Туапсинского района. Я поздравляю вас с завершением учебного года, с завершением сборов. Я очень рад, что в конце учебного года нам все-таки удалось организовать это замечательное мероприятие, которое уже стало традиционным. Желаю вам, чтобы лето, которое впереди, тоже прошло вам на пользу, чтобы вы отдохнули, набрали сил, и в ваш выпускной год 11 класс пришли во всеоружии. Спасибо. За время прохождения сборов ребята познакомились с бытом военнослужащих. Все учебные группы сопровождали сержанты, которые прививали ребятам навыки движения в строю, строго контролировали соблюдение дисциплины. После окончания школы эти ребята точно будут готовы к будущей службе в армии. Если быть честным, изначально хотел пойти в армию, даже не то, что бы хотел, а то, что нужно, я понимал. Но побывав здесь 4 дня, мне, в принципе, тут понравилось, мне понравились эти нормы, то, что надо просыпаться в 6 утра, разминки, зарядки, построение. Мне это все понравилось, и можно сказать, что мне еще больше захотелось в армию. Леона Ковлева, Алексей Кузьмин, Александр Баранов, телеканал Орленок ТВ.